Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Вестник Иннопрома. Это радио Комсомольская правда. Мы продолжаем работать на форуме Иннопром 2024. Меня зовут Людмила Варакина. И следующие наши гости, которые пришли к нам в студию радио Комсомольская правда на Иннопроме, это Татьяна Консофарова, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников-предпринимателей. Это Анна Багирова, профессор-демограф Уральского федерального университета. И Людмила Золотницкая, президент-председатель Свердловского областного родительского комитета. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Сегодня мы будем говорить про кадры. Тема, которая, безусловно, волнует всех и предпринимателей, и промышленников. Одним словом, работодателей. Татьяна Анасовна, давайте начнем с вас. По поводу кадры для региона. Как Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей озаботился этой темой? Что вы делаете? Какие у вас есть предложения в этом направлении? Пожалуйста. Да, добрый день, уважаемые друзья. Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, являясь объединением работодателей, конечно же, вопрос подготовки и вообще наличия кадров для промышленного региона Свердловской области, всегда ставит во главу угла и в повестку своей деятельности. Но в итоге 2023 года показали беспрецедентный спрос на данную тематику. Кадровый голод отметила 75% наших членов союза. И, соответственно, конечно же, об этом говорят все. И вот в рамках Иннопрома буквально я сейчас вышла с мероприятия, где взять кадры под таким красочным названием, которые волнуют не только Свердловскую область, на самом деле волнуют все регионы Российской Федерации. И, конечно же, здесь мы взаимодействуем с многими организациями, которые в этой части являются экспертами. Это и образовательная организация Уральский федеральный университет и другие университеты, которые есть на территории региона. Это и сфера среднего профессионального образования. Но и немаловажный фактор, на который мы делаем акцент уже не первый год, это фактор того, что ориентировать детей на новую промышленность, на новые рабочие места, на интересные рабочие места в промышленности, в экономике региона, конечно же, мы должны совместно, совместно с родителями. И поэтому у нас родился проект выхода к родителям с рассказом о том, что такое современная профессия, что такое современная экономика и современное промышленное предприятие. Для того, чтобы снять вот эти мифы, страхи и показать, что в регионе, в Свердловской области, есть все для того, чтобы выучиться и успешно трудиться, и успешно реализовывать свой потенциал в городах Свердловской области. И на предприятиях, членах Союза промышленников и предпринимателей. Ну, раз уж мы заговорили про родителей, то, безусловно, я сейчас хочу, чтобы мы передали микрофон Людмиле Золотницкой, председателю Свердловского областного родительского комитета, вот по поводу профориентации и взаимодействия с работодателями. Давайте рассказывайте, каким образом вы вовлекаете родителей и что делается в вашей организации совместно с ОСПОМ? Да, ну, сегодня я очень рада, что все наши партнеры такие флагманские присутствуют и такой разговор и Татьяна Насана, и Анна Петровна. Ну, в общем, рада и спасибо Комсомольской правде, что мы можем еще раз об этом сказать. Да, действительно, у нас принято очень активно, все набросились на школу и даже на детский сад с ранней профориентацией, с профориентацией детей. Это правильно, это правильно, но мы же сталкиваемся с тем, что когда приходит время выбирать вуз, куда поступать и выбирать профессию, которую ты будешь осваивать или получив, которую ты по ней не будешь работать, такие варианты тоже есть. В основном принимают решение такое родители и говорят, ты будешь учиться там-то или ты получишь такое-то образование. И дети зачастую идут на это или сами выбирают. Вот мы проводили опрос как раз в рамках проектного обучения Уральского федерального университета со Школой государственного управления предпринимательства и Союзом промышленников и предпринимателей, где спрашивали, собственно, на что обращают внимание при выборе профессии родителей и школьники. Ну, хочу сказать, что дети ответили, что для них, наверное, в приоритете это то, куда можно поступить без экзаменов, ну это учреждение СПО, либо с минимальным, ну то есть не уверены в том, что они сдадут хорошо ЕГЭ. Для родителей, наверное, стоимость обучения тоже немаловажную роль играет. А это не всегда про твои устремления, наверное, карьерные, это всего лишь про получение диплома. И зачастую, получив эту профессию, ребенок идет работать не по специальности. Это, наверное, самая большая проблема. Годы, которые потрачены на то, что ты понял точно, этим ты не будешь заниматься. Огромные средства государственные на твое обучение. И поэтому, конечно же, мы пошли другим путем. Да, детей профориентируют, но мы решили профориентировать и родителей. Зачастую мы имеем устаревшие представления. Нам кажется, что на заводах работают, знаете, в грязных одеждах, в грязных цехах. Мы не знаем, что там теперь совершенно другая обстановка. Все в чистых белых комбинезонах, нажимают кнопочки. И все это очень дорогостоящей профессией. У нас даже есть белая металлургия в регионе. Да, 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 и они реально все ходят в белом на работе. И тут, наверное, кроме того, что посмотреть те условия, где твой ребенок будет работать, посмотреть на профессию, на того же бухгалтера, как на другую профессию, потому что от тебя потребуется знание компьютерных технологий, понимание экономических процессов, а не только ты сидишь и выполняешь какую-то рутинную работу. Да любая профессия в современном мире требует от тебя очень многих смежных знаний. И вот увидев это, а самое главное, встретившись с реальными работодателями, которые рассказывают, вот мы такое-то предлагаем нашим работникам, молодым семьям, молодым сотрудникам, дополнительные выплаты, общежития, возможно, какие-то закрытия ипотек. А если вы родите, есть такие у нас крупные работатели, мы еще вам доплатим материнский капитал плюс к тому, который выплачивается государством. То есть мы хотим, чтобы родители узнали, что важно не только получить профессию, но и увидеть, где ребенок будет работать, в какой команде он будет, хочет ли он быть в этом мире или нет, ну, в профессиональном мире, потому что выбирая профессию, ты выбираешь и стиль жизни. Стиль жизни педагога отличается от стиля жизни полицейского, журналиста, экономиста, юриста. Хочешь, чтобы твоя жизнь выглядела так, иди. То есть немножко шире посмотреть и обязательно посмотреть на работодателя, как на твоего партнера. Партнера не только, который платит тебе зарплату и покупает твои профессиональные качества, но и поддерживает тебя. Спасибо. Ну и я бы хотела, чтобы мы в конце нашего интервью поговорили с Анной Петровной, которая совсем недавно получила грант и провела большое исследование. Вот подробнее про это исследование расскажите, как это связано с профориентацией, как это связано с тем, чтобы улучшить, изменить кадровую политику в нашем регионе. Спасибо, Людмила. Я хотела бы вернуться прежде всего к словам Татьяны Анасовны и к тем тенденциям, которые сегодня существуют на рынке труда. Это тенденция усиления кадрового голода, кадровый дефицит рынка труда. Для меня, как демографа, тут, конечно, видно много причин, но одна из главнейших причин – это снижение рождаемости, которое произошло в 90-е годы, происходило. И вот самый-самый пик снижения пришелся на 1999 год. Легко посчитать, что сейчас именно те люди, те дети, родившиеся, выходят на рынок труда, и их мало. Их мало, и, соответственно, предприятия должны каким-то образом привлекать, повышать свою привлекательность для вот этой вот молодежи. Каким образом мы видим решение этой проблемы? Одно из направлений социальной ответственности предприятий, их много может быть, да, но одно из них современное, то, которое актуально для наших демографических общероссийских тенденций, это развитие корпоративных демографических политик. То есть это поддержка семейных потребностей работников, поддержка их как родителей, как сегодняшних родителей, как будущих родителей. Это дополнительная поддержка работодателями, вот выполнение их семейных обязанностей. Такой работник чувствует понимание своих потребностей со стороны работодателя и менее ощущает, наверное, то, что к нему относятся как к сотруднику, который должен выдать определенную производительность труда. Есть вообще-то специальные исследования зарубежные, которые говорят о том, что лояльность повышается у персонала, снижается текучесть кадров и даже повышается производительность труда. И у нас уже в Свердловской области, да и в стране в целом, есть предприятия-лидеры в этой сфере, есть предприятия, которые выплачивают дополнительный материнский капитал, отцовский капитал, дополнительно государственной поддержки. Есть предприятия, которые делают совсем-совсем мало, ну, например, дают выходной или половинку выходного рабочего дня 1 сентября, потому что они говорят, что для нас это ничего не стоит. У нас все равно все сотрудники, имеющие детей, во всяком случае в начальной школе, отпрашиваются, мы их вынуждены отпускать. Но мы закладываем это в свою политику, мы говорим об этом новому персоналу, когда привлекаем этот персонал. Соответственно, вот если подумать, и малые, и средние, и крупные предприятия могут, конечно, предложить, наверное, что-то своим работникам, потенциальным работникам, это, с одной стороны, повысит, смягчит проблему кадрового дефицита для этих предприятий, которые станут лидерами, потому что таких сейчас еще достаточно мало предприятий. С другой же стороны, для самих работников это будет такой дополнительный приятный бонус и понимание, что он значим, он значим не только как сотрудник, он значим для работодателя, и как семьянин, как родитель, сегодняшний или будущий. А то исследование, которое мы сейчас только начинаем, оно очень большое, оно будет идти три года, оно связано уже со следующим, наверное, этапом. Вот мы планируем, мы думаем, что вот эта корпоративная демографическая политика будет тиражирована, потому что сейчас уже есть предприятия-лидеры, как я сказала, и, соответственно, для того, чтобы выиграть в этой ситуации кадрового голода, предприятиям придется тиражировать эти практики. И мы будем исследовать этот процесс, как он будет идти в нашем регионе, в Уральском федеральном округе, в других округах, в России в целом. Будем исследовать, будем смотреть, какие практики более востребованы работниками, работодателями, как они тиражируются, каковы интересанты вообще этих практик. На сегодня мы видим, что это и Свердловский областной родительский комитет, потому что, собственно, такие практики позволяют смягчить сложности родительского труда, найти баланс между профессиональным трудом и семейной жизнью. Мы считаем, что это и Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей тоже один из интересантов, потому что есть проблема кадрового голода. Может быть, до этого это и не было так важно, но сегодня в этой ситуации, возможно, и эта организация тоже заинтересована в распространении, видит это одним из механизмов смягчения данной проблемы. Я благодарю вас за интервью. Тема, которую мы сегодня подняли – кадровый голод, каким образом власти, бизнес, общественные организации и наука эту проблему в Свердловской области пытаются решить. Обсуждалась на Инопроме. Меня зовут Людмила Варакина. Помню, что мы сегодня беседовали с Татьяной Консофаровой, исполнительным вице-президентом Свердловского областного союза промышленников-предпринимателей, с Людмилой Золотницкой, председателем Свердловского областного родительского комитета, а также с Анной Багировой, которая является демографом и профессором Уральского федерального университета. Оставайтесь с нами и дальше слушайте радио «Комсомольская правда», а также наши включения с Иннопрома 2024. Иннопром. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.